Алло, алло, как записаться в Young Business Club London? Очень сильно хочу уступить. Вот такие звонки мне приходят последние несколько суток. В 2018 году Англия стала лучшей страной по ведению бизнеса по версии Forbes. Лондон это второй город в мире по величине и силе бюджета. Допустим, бюджет Лондона больше, чем бюджет Украины. И здесь сегодня, 5 июня, мы откроем наш Young Business Club. Чего я боюсь больше всего? Я боюсь, что спикеры не придут на встречу. Ну, потому что мы встретились с Евгением, с Тимуром, были в начале месяца. Поговорили, да-да. И нашими местами будут Тимур и Евгений. Прошел уже месяц. Я очень надеюсь, что получится. Мы думали, что вряд ли получится клуб, кому он нужен. Но за неделю мы получили 400 заявок. И сегодня почти каждый час приходит сообщение о том, что можно попасть на открытие клуба. Сильное место в том, что мы проводим в центре Лондона. Потому что полмол 116 возле Пикадилли и Биг Бена сюда хотят приехать все. Мы открываем Young Business Club в Лондоне. Раньше, когда я жил еще в Москве, было такое поверье, что если клуб, клуб имеется в виду, не бизнес-клуб, а там, какой-то ночной клуб, чтобы он был успешный, надо первым запустить Ксению Собчак. Так что я сегодня, видимо, в такой роли. Мы здесь можем на равных, открыто общаться, не боясь, что нас застыдят, не пытаясь понравиться. Это о том, что мы здесь можем довериться друг другу, рассказать, как есть на самом деле, услышать совет и реально ощутить единение с людьми близкими по духу, по эмоциям, по настроению. Потому что, не знаю, как вы, но мне, например, практически нигде не удается получать эти эмоции. Поэтому я, ну вот в Киеве их получил, я поэтому с огромным удовольствием пришел сюда и надеюсь, что, живя здесь, приезжая сюда, в клуб, я буду получать именно эти эмоции. Открытости, равенства, ну и какое-то, скажем так, взаимное, какого-то взаимного общения с идеями, с мыслями, с советами. А кому было комфортно и легко принять решение уехать в другую страну? Большинству далось дискомфортно. Вы все сделали этот выбор для того, чтобы достичь каких-то более высоких результатов. Вы все выбрали более сложный путь поменять страну, поменять язык, поменять среду общения. И это движение будет, наверное, у вас всегда. Движение вот это вот вперед к новым результатам. В эти минуты идет встреча Young Business Club в Лондоне. И у меня такое ощущение, что это сон наяву. Я самый счастливый человек на земле, потому что то, что когда-то было мечтой, сейчас стало реальностью. Друзья, насколько все в жизни реально. Еще три месяца назад Лондон меня неприветливо встречал дождем. Сегодня 5 июня уже у меня столько крутых друзей в Лондоне. Это говорит о том, что очень важно, с кем вы общаетесь. Просто безумно важно. У нас всех объединяет несколько вещей. Первое, то, что у каждого есть бизнес. Второе, что каждый в зале, я уверен, он честен, он открыт. И третье, мы все говорим на одном языке. Поэтому давайте станем одной большой семьей. Все прошло настолько как-то идеально в плане команды, собранности команды, в плане того, какие люди пришли. Было 50 человек, которые сделали бизнес в Лондоне. Меня так круто поддержали наши ребята с Киева, около 20 бизнесменов. На встрече было 70 человек. Когда я встречался с первыми людьми, мне говорили, Эндр, здесь десятки разных тусовок, русскоязычных тоже. Здесь сотни клубов. Кто ты такой? Откуда ты приехал, чтобы ты нас объединял здесь в Лондоне? Я думаю, когда вам что-то подобное будет говорить, что вас не получится, не слушайте, просто делайте. Потому что те же люди пришли сюда, они сказали, блин, я приятно впечатлен. Друзья, 3 июля я снова лечу в Лондон на встречу клуба. Кто хочет полететь со мной, кто хочет попасть на встречу, напишите в комментариях, почему вы. У вас есть возможность пообщаться в нашем кругу общения. До встречи через неделю в Киеве. Продолжение следует...